Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да Кстати говоря, Лина до сих пор может оказаться Кэрри Да, до сих пор может быть Кэрри, действительно Которая заливает в купол спилы и бьет больно с лапы И в таком случае еще можно взять какого-то еще саппорта Интереснее, может быть какого-то милишного саппорта Чтобы Сэн Кинг, Огар Маг Что же такое? Ну да, да, возможно Ну сейчас поглядим, короче, во что верят Рейв для начала По их последнему бану мы в принципе поймем Вивера убрали Что? И это Клинкс Ну кстати А они были близко? Кстати да, по одному простому принципу Эти героев сложно ловить Очень тяжело ловить А ловить нечем Вообще нечем ловить Пока нечем ловить Пока нечем Но есть на самом деле А, бейстмастер давно в бане Так да, смотри, бейстмастер в бане Лина, Леон, все, что теоретически может ловить Да, бейтрайдер еще остается из хороших вариантов Бейтрайдер действительно крутой вариант Сложный будет Ну нормальный, нормальный Но если они возьмут бейтрайдера Как-то в общем и целом Мне их перестал нравиться Не знаю Найт сталкер появляется Вообще абсурд Какой Найт сталкер против Лины, Леона, Вайда, Магнуса? Ты никого не поймаешь на самом деле То купол, то ульт Магнуса То хиксы, станы Все уешное, все что-то больно Клинкс вообще за три удара убивает Это очень странный расчет у команды Рейв Ну, они сами себя У них все было здорово Им давали много возможностей Пиком вот этих Они могли выйти в агрессию Они могли взять Какой-нибудь там, знаешь Пугна Ликан Пугна Клокверк Омни Найт Ну, типа такого, да Это я наркоман немного Тем не менее, это пугна с Омником на легкую Там, Клокверк на сложную Потом в один момент идут, заливают Все там Да, да, да То есть ты не весь первыми двумя пиками А против тебя Лина, Леон У тебя реально вариантов триллиард И ты выбираешь Ну, они выбрали так себе вариант Да На мой взгляд Ну, сейчас поглядим, как у них пойдет У нас всегда бывало, да Две составляющие успеха Это задумка и исполнение То есть, возможно, задумка сейчас и подкачает Но исполнение, возможно, будет просто шедевральным Допустим, теоретически Ну, теоретически Если вайпер очень хорошо там отыграется начало как-то Ну, в общем-то, он по-любому отыграет начало хорошо Если сталкеры не нафидонят Ну, в общем, если все будет равное И вайпер там на десятой какой-нибудь минутке Подкупит себе Мекку Вичдоклер там чуть под максит хил И они пойдут пушить Как-то прижимать именно таким катком Так, чтобы ЕГЭ еще не было И вот этих самых шестых уровней на саппортах Ну, да То можно позабирать несколько категоров Приодеть синю Приодеть синю Да, тут от мида зависит очень много Если там не нафидит Магнус То это одно А если Магнус будет фидить, то совсем другое Да, но тут отжимают сейчас руну Вис при этом, да, на себя немножко принял удар Но под виспом бить вайпера вообще хреновая идея Битва начинается Опять-таки до сих пор Райор мы видим У него манга же было Да, вот оно манга и тапок Райор уходит в сложную Будет стоять там в соло Будет стоять он в соло против Клинкса И должен Клинкс его распечатывать там просто ой-ой-ой Ну и давайте смотреть мид А два суппорта ЕГЭ тем временем не пошли на лёгкую Они занимаются роумингом Видимо в Смаке А может и не в Смаке Там бегают у нас на речке Ну не в Смаке Бегать по вардаму Конечно было бы жутко Ну кстати-кстати Вот Сумаила мы видим Уже начинают рывы напрягать То есть с первой секунды Фактически выхода крипов Они уже его пытаются харасить Разбивать Потому что знают У него запах на быстрый бот Соответственно Если его сейчас очень быстро загнобить Он, ну Пару крипов ещё Не добьёт достаточно долго Каст должен погибать здесь Хотя нет, погоди Убежит он просто Ну зачем же ты развернулся-то, братан? Ты же спокойно уходил Ой, Лина Какой качественный стан Подвоим, да Это минус каст Ну он сам виноват в этом Очень дёшево, да Он спокойно мог уходить Он развернулся кинуть Каски Ну там, ты же ты герой Конечно, да его кто-то с чем-то достал Дали просто хекс элементарный Да, причём-то хекс дается быстрее, чем летит та же каска На пример Да, конечно И он работает две с половиной секунды Это чувак, который играет 25-й матч Буквально за последнее время на этом герое Ну, ничего страшного 1-0, ЕГ начинает хорошо Что дальше будет делать саппорты? Вот меня интересует Будут ли они там на топе тусоваться? Скорее всего, да Скорее всего, там они и останутся Они не дадут жизни вайперу абсолютно никакой Саппорты, в теории, должны контролить рунку Для того, чтобы Висп не оставался с халявной руной Ну, с топа, допустим Но, с другой стороны, он так же легко сможет отправляться вниз Тем самым оставляя без руны оффлейнера Так что тут, ну, есть свои плюсы и минусы Так что поглядим Была бы пугна, было бы всё хорошо Была бы пугна, это была бы палка гейминг И, в принципе, ребята вообще не особо задумывались над тем, что нужно делать в замесе В замесе нужно охранять палку Единственное, чем нужно заниматься Да, и убивать людей Райор сложный 4-х крипов убил 6 на 2 у Фира У Фира всё намного получше В миде 10 на 1 имеет он скини У Смаила 9 на 1, то есть ровненько они идут Ну и Void фармит Вайпер 5-0 Пока, в принципе, по линиям довольно ровно Ну, линии, да, линии действительно пока ещё более-менее ровненькие Как ты правильно отметил Но вот сейчас будет хороший левел набирать тот же Вайпер Он будет уже хорошо гонять Void Клинкс будет точно так же гонять очень хорошо Night Stalker с хорошим левелом Как только у него там стрелы будут уровень 2-3 Иии, всё, эти герои вообще исчезнут Со своих направлений Направлений, да он и так гоняет уже там этого Night Stalker Ну да У него там проблемы, 6 крипов он убил Ооо, против Клинкса тяжело У Клинкса на первом уровне там 70 атаки со стрелами Ооо, я тут Курьера просто замесили Но это ошибочка Ошибочка Ну хорошо, что хоть банку забрался в Самаил Потому что если бы ещё банка была потеряна То, конечно, Самаил очень сильно ошибается И... Да ладно, проматируется Самаил Проматируется все-всем Не, Криси очень чётко прочитал этот момент Очень грамотно увернулся Криси развёл Амаил вообще сейчас Играл крайне неправильно Он мог стрелять Он только что потерял курицу Он не может обузить бот И он потратил сейчас всю ману На какую-то невнятную попытку убить Он теперь без вана там стоит Ну да, и по факту сейчас Ему нужно возвращаться на базу Да, вот он Ну да, что делать Ну а это он сам виноват Он мог бы поиграть дальше аккуратнее И всё Вместо этого он пошёл на риск Не стоит рисковать играя на миде Мидером Вообще нельзя рисковать на самом деле Любой риск он чреват Потому что ты когда... Тем более если против тебя висптини А у тебя Единственное, чего ты боишься Это как раз виспоистинником Да, ну вот Пока что у нас Вот Войда уже потихонечку начинает гонять Но он, кстати, для своей минуты Очень неплохо фармит У него 14 на 7 Лучше, чем у Вайпера Крипстат на линии Между прочим А вот с чем это связано Честно говоря, я не понимаю Потому что вроде бы Вичдоктор есть Должен помогать Ну, какое-то время здесь три героя стояли И Вайпер вообще не подходил, боялся Ау, и до сих пор мешает Вот видишь там снизу Ну да, да, да И заберёт сейчас же по-любому Да, да, очень классно играет Лина Так вот и мешают Ну так вот Это что? Это скилл? Скилл Понятно Ой, ППД Да ладно, ППД И район, конечно, с ним побежит ППД может постараться ещё как-то отдаться нейтралам Да не, вряд ли Но тут, правда, фир На тебе стрелу Вот это очень глупый фраг Вот очень глупый фраг Почему ППД? Сталкера, да Это то, чего нужно просто бояться Каст Ну, Каста тут не пробить под хилом Ну, разочи, ты сейчас прыжка нету Там бейтишь И вон тут Лина рядом Сейчас Просто если башек прошёл, например Было бы поприятнее Ну, а вот и теперь кайтить И теперь кайтить Надо Юниверса и Ауи надо кайтить Рядом И теперь можно убивать Ауи 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 тут точно умирает А Юниверса там прыжка по-прежнему нету Так и Юниверса нету У него уже есть прыжок Но А ему прыгать некуда по факту Ну вот он улетел Придумал Придумал, что сделать Но в итоге Он бежит домой Слушай, а какой здесь был план? Так, курица Курица Стой Живи Да, курица выжила на 17 Какой был план у Юниверса? Я не могу понять Пойти руками Ну С одним тапком Убить Вич Доктора Со вторым буду Ресторейшн Или что? Надеялся на баш Ааа Ну как Такой вот Такой рисковый парень Ну слушай На баш надейся, но сам не плашай Ну вот именно так Он оплашал На самом деле он то что Подставил просто Лину свою Которую видимо сказал Давай за мной Ауи Сейчас за овнем И в итоге сам то убежал Но Лину Подставил Найселкер очень здорово себя чувствует По итогам казалось бы Его волкнерпскер Овни Да, он его побеждает Но у Найселкера то что? Ну он и так на фуни Он левел свой получил Получил и теперь Те же суппорты Вообще боятся его Ну еще и фраг получил Так вот именно Ну потому что у него там 5 левел уже А у Лионов там у Линз этих 3 Ну да и Найселкер там с третьим нюком Он очень хочет отомстить Хочет Вместе с фиром Хотелка еще не выросла у ппд Как по мне Ну да выросла уже Хотелка у него Но все равно Найт Сталкер Он ночью видит далеко Он Найт Сталкер Поэтому к нему не подобраться Просто так Да он еще и Руну забирает Слушай вообще Идеальный У него просто идеальная катка Баунти Баунти Идеальная катка пошла у Найт Сталкера Он Ну правда единственное что Смотри он просто и теперь он король линии. Иди сюда, иди сюда по лицу, личику старого человека, разминает. Ему так-то нормально. Да что ему сделаешь, он ботал, у него 1000 хп, они его сейчас даже если в дайвуме нападут, он может еще убить кого-то и убежать. Ну да, там пока страйс-па, по идее, не должно быть. Можно выехать, было бы куда-то на топ, но на топ не выйдешь, там вайда не убьешь, можно выйти на мид, на мид тоже Магнус, скажись, уедет, надо ждать, пока будет 6-го левел виспа, и пытаться как-то гонять по лицам людей. Они ждут именно 6-го левела виспа, потому что потом Night Stalker, давая, собственно, вижен с своей тушкой, он будет просто овнить под виспом и тинником. Не, ну Night Stalker уже мог бы, на самом деле, перемещаться в мид, там никто никуда не уйдет. Мид это единственная локация, где он может сейчас зацепить. Он может прийти к Юниусу, у него Сайленс, есть Сайленс ночью 5 секунд, там никуда не деться, то есть двигаться он может. Но другой вопрос, что и к нему могут двигаться, вот как раз сейчас к нему приходит висп, и вместе с виспом они могут убить до хоть того же Бону Флетчера, если есть просветка. Ну, естественно, Леона, если найдут, ну вот там как раз какое-то падение. Да-да-да, там сейчас на Леона пытаются напасть. Да, на Леона пытаются напасть, его начинают разбивать. ТП от Юниуса, Юниус прыгает, у него нет купола, поэтому Криси должен, наверное, просто уйти на КД, где у него, вот-вот-вот, да. Уходит спокойно. Короче, рейв должны выиграть. Только что австралийцы выиграли у Фнатика в CSGO, это значит, что рейв сейчас должны выиграть. Так они выиграют только. А австралийцы реально выигрывают. Австралийцы, Фнатика, на лане. Так, слушай, Фнатики тоже австралийцы. Не, я имею в виду, игроки-то не австралийцы сами. Ну так. А там пять австралийцев. Ты знаешь, это как время, когда люди спорят о флагах. Типа, вот, так всегда должен быть флаг, организации, типа. Которая организация принадлежит. Просто любым, кто так говорит, хочется сообщить, что Фнатики это австралийская организация. Ну да. То есть все, кто играет под тегом Фнатика, знаете, команд много в разных дисциплинах, все должны быть с австралийским флагом. Но это если следовать вашей логике, уважаемые. Ну да ладно. Проблемы могут быть у Джи Йо. Джи Йо станет, здесь здесь Сумаил, будет РП. А здесь присилку! Хорошо. Джи Йо засыпал гречи. Греча. И Сумаил потерял до речи. Да, до речи потерял, но не потерял РП. Килограмм гречи высыпал ему на лицо и говорит, покушай полезной еды, хватит бургеры жрать. Это ты сам себе посыл такой? Да, это я сам себе. Это начинаешь. Да, кстати, вкусно. Я Касперский доел. Да там он нереально здоровый был. Я съел половину. Да ладно, не такой же здоровый. Ну ты не такой здоровый. Я съел половину. Он как двойной воппер, не больше. Двойной воппер. Всего лишь. У нас нету бургерки в Украине. А у нас есть... Эх, беда вам. Беда, вообще беда. Так, ну короче, что у нас происходит по игре? По игре пока у Раевы все замечательно. Идет фарм. Фарм качает бенжбенч. Смотри, у Вайпера все хорошо, у Найтстайка все более-менее. Я не говорю, что хорошо, потому что более-менее. И у Тини кажется все прелестно. Просто полтора косаря в кармане. С другой стороны, есть фармящий Клинкс и Магнус, который Даггер вынесет в минуте на 13. Я тебе честно скажу, здесь габела ЕГЭ, если, конечно, Раевы не закинут катку. Вот-вот, смотри. На этом моменте можно остановиться поподробнее. Почему? Потому что у ЕГЭ суперкомбэчный пик. Нереально комбэчный. Потому что Войт-Магнус вместе плюс какой-нибудь Клинкс, да, рейнджовый, любой керри, который может заливать в хроносферу, это очень-очень сильная комбинация. И даже если вы будете сильно перефармливать, есть вероятность того, что вы ошибетесь с позиционочкой. Ну, вот, собственно говоря, первый минус пошел от Фира. Очень классно он все сделал. Так вот, есть высокая вероятность того, что вы ошибетесь с позиционкой и просто сольете одну драку. А, учитывая наличие Клинкса, вы можете еще и вот так усидонить постоянно. Удонить могут. Ну да, еще, конечно, есть что заливать в купол. Это Лина, свои спилы. Безусловно, однако, все равно пока у ЕГЭ все плохо. То есть, здесь Рейв... Мы пока не видели куполовый РП. Давай посмотрим первую драку. А вот купол. Вот она, вот и Раев. Уврет, и СТП, нет, не умрет. Знаешь, не умрет. Но теперь и теперь умрет. Не умрет. Вот это текстное. И нет, тут уже еще и Вич-доктор. Попытка Юниверсия убить, но у него сейчас будет прыжок. Он прыгает, что им каска полетела. Тут уже много ЕГЭ-то. А Рыбы заигрались, потому что просто играли здесь. Ну, собственно, они и нафидели. Вот, собственно, и сказки конец. Ну, Клинкс тоже погибает. Это минус 4, да, и походу сказки действительно. То есть, вот, все было норм. Ровно. Да, как у нас вчера был яркий матч, когда кто нас там играл, помнишь? Когда начало было совсем-совсем ровное, ровное. Так это Рыбы играли. Рыбы играли? А, но Тудэй, но Тудэй, да. Когда они просто суперкруто бодались, бодались, бодались. На топе минус 2, в миде минус 3. В один момент минус все, что умерли, и все. Вот та же самая ситуация сейчас. Могли Рыбы просто отдать этого Раёра и забить. Вместо этого они попытались его засеять, все умерли. Ну, это, как обычно, более слабая команда. Она терпит, она ждет инициатив от более сильной. То есть команда ЕГЭ играет со своей инициативой, что-то делает, а эти только пытаются ответить. А отвечать тяжелее, особенно против таких героев, которые у ЕГЭ, как раз-таки. Да, ну вот смотри, с куполами, там, всякими РПшками. Ну, Вайпера просто так убить, конечно, у него не получится. Хотя, если схавать совуха, то, может быть, и получится. Вольва, почему он так делает? Совух там, неужели нельзя просто взять и сделать так, чтобы он не дергался? Ну, смотри, вот и Вайпер, начинается атака на него. Здесь курьер Вайпера что-то принес. Нет, не начинается атака на Вайпера. Ну, там Фир пока проводит разведку. Хотя, много людей здесь, но нету хроносферы, была бы Хрона. Атака бы точно началась. Вольва, чем 20 секунд. Да, нет ничего. И РП, и Хрона, там, секунд-два для остатков. Но сейчас очень много инфы собирает Фир и говорит о том, где находится Висп, Кини. Знают, что на топе человек также стоит. Так что, в принципе, ЕГЭ сейчас могут грамотно планировать свое нападение. Ну, Рейвы не видят нифига. Они вообще не видят только на линии то, что стоит. У них там Войт и все. У всех остальных они просто не видят. Они не знают, где люди из команды Вилджинис. Ну да, 600 голды. До Микказма в Вайперу осталось. Кстати, Микказма довольно важная. Да, довольно поздняя какая-то она получается. Плюс ко всему. Ну, это получается минут 14, он Микку купит. Не самое быстрое. Я думаю, они хотели бы побыстрее, чтобы начать как-то действовать. Ждут они эту Микку, а пока ждут, сейчас опять умрут, скорее всего. Сейчас нападут на Вайпера, его будут убивать. Здесь там Каск. Так что неплохо. Он не туда, он кинул Каску. Надо к Фиро было, конечно, кидать Каску. Там рядом Каск. Они опять поумирают все. Они опять по одному. Да, и вот так. Район умирает. Каск. А, тут киньи, правда, смешно. Ну, размяли неплохо. Он пока все живые. Более того, сейчас будет неприятно. Тут и здесь Сумаил. Хороший ультиморейк. В кавычках Сумаилов. Никуда. Ну, слушай, он еще и G подвез. Ой-ой-ой, как же опасно-то было. Причем для всех опасно это было. Это был опасный момент. Сумаил сыграл жадное. Какой-то жадный школьник. То есть, из-за того, чтобы спокойно заултить одного парня. Он хотел двоих, но они были на таком ренже, что там тай-дом можно было, где попали по двоих-то. Ну, смотри, все четыре ульта выдали ребята из ЕГЭ. Все выдано было четко, вообще без проблем. Сразу же, как лид, получил... Ну, кроме Сумаила, конечно. Ты видел, кстати, у него там количество демиджа, внесенное Сумаилом за место? Как у Блэка обычно? Ну, примерно, да. I'm kicked anyway, лол. Подожди, там что? Товарищ Баланар собирает армлент или мне показалось? Может быть, может быть. Это не самый плохой артефакт, конечно, на Исталкере, но... Да нет, так себе артефакт. Можно и лучше. Конечно, а гоним, особенно от вырывающихся. Вайдов. Особенно, когда у тебя виспкини. Да. То есть, конечно, просто светишь. Амлент вообще какая-то поплавает, если там армлет. Ну, может быть, там не армлет. Не, ну это, знаешь, это вот такой пабберский Найтсталкер, который ходит, кого-то цепляет, пытается в соло убивать, играет армлетом. Играет армлетом, да. О, минус. Два-три удара. Ну, без гаста виспуту вообще делать нечего абсолютно. Вот, все было хорошо, счет 2 до 0. Было дело когда-то. Че, кстати, купил себе доминатор. Вот это интересная сбочка, где ты берешь крипа доминатором, даешь ему до хрена хп и съедаешь, и получаешь до хрена дмиджа. А, бус? Ну, да, это не так плохо, на самом деле, действительно. Это не армлет, это не армлет. Если у тебя есть соул ринг, и у тебя хватает все время маны, то почему бы и нет. Так, ну, да, вот он, собственно, от Морайор у нас продолжает забегать. Никого, правда, пока он не находит. Вайпер в миде 5200 у Вайпера Нетворса. В плане Нетворса пока еще все более-менее ровно. Единственное, это Вичдоктор Нищеброд. Дикий Нищеброд. Дикий Нищеброд, это прям яростный какой-то. А у него, кстати, еще шестого уровня нет, между прочим. Вот, блин, это та самая проблема. Почему постоянно это происходит? Как ты мне вот можешь это объяснить? Неужели так сложно просто пойти, постоять на линии с каким-нибудь вайпером, которому пофиг, какой у него восьмой или девятый, десятый или одиннадцатый, и получить свой шестой уровень? Это зависит от, как бы... Не, задачи, понятно. Наглости игрока, да, что ли? Ну, от того, как команда видит свое витие в игре. Когда у тебя какой-то из героев входит в карте бесцельно в 15 минут и не получает левел, это значит, что нет плана вообще на игру. Именно, именно. Он не просто не знает этот игрок сам, что ему делать, и зачем вообще его герой нужен. Если есть план, то есть говорит, так, мы фармим плюс-минус мекку на вайпер, после чего мы собираемся, а до этого мы, например, стараемся встать лайны, по минимуму там фидить, ну, играть дефолт, чекать руну, там, все такое, то это одно, а когда, ну, мы че-то куда-то, ты че-то где-то побегай и сам разберись. Ну, и он бегает и думает, пипа, сейчас тут кину каску. Полное поплава, потому что тут как бы дефолт очень нужен, ну, вот он сейчас появился. Да, ну, 16 минут заняло это все, понимаешь? Поехали. Вайпера хорошо, кстати, подвезли, но не до конца. Ну, блинно, тут летят Висп Синиас, вок, так, Газвард, и тут, блин, то умирает Пеппеди, то умирает, а куда Пеппеди вообще пошел? Мекл, Зайцы, все живы, фиру, больно. О! Яростный школьник. Нет, ну, вот сейчас очень крутая хроносфера от Юниверса может спасти ситуацию. Ну, принципе, вайпер убили, яростный школьник. Сумаил просто сегодня. По-моему, я вынужден. Мне кажется, у Дэнги появился конкурент. Конкурент? Да, Даня, Даня. Подожди, подожди, у нас был начальник Фижора, теперь есть начальник Реверс Полярики. Мне кажется, начальник Магнсон, мне кажется, можно... Я думаю, можно целый цех будет собрать у нас. Начальников, рабочих, начальников и так далее. Нифига у него красиво. Это ж мортальное, да. Ой, как он его избивает. Это будет не якорёк дна. Что он собирает вообще? Он не собирает. Владмир, Владмир это будет. Твой любимый, кстати. Подвиспастине у Найтсталка. А, да, да, да. Всё верно. Да, это Владмир, мой любимый, мой любимый. А он, кстати, стал ещё жёстче. Потому что Вайпер теперь тоже будет. Он действительно прикольный. Регенит ещё, к тому же. И регенит Вауе, и ещё и Вайпер будет жрать. Не, в действительности, вот как по мне, Владмир реально по своему КПД, соотношение цена-качество, это, наверное, чуть ли не лучший артифакт в игре. Наверняка так и есть. Да. Единственное, что он не даёт, как бы, ХП вообще. Ну, да, да, да. Статов. Опять поехал Вайпер у нас куда-то. Он, кстати говоря, жирный, Мек уезжает, и... А там Дисптини, и Сумаил-то умирает. Боже мой. А не плохо. Офир, Офир больно. Офир, Офир больно. Ушёл. Но все живые у Рейв, все лечатся. И они вышку забирают. А где Войт? Войт сверху. Тут Ауй, Ауй, пытается что-то сделать. Он такой, станчик, бам. Но всем пофигу. И так, Энг там хилится. Ну и... Рейвы-то Овнир. А почему Рейвы Овнир? А потому что Сумаил! Начальник Магнуса. Начальник паровоза, наверное. Не, Магнус это у нас носорогимся. Так что он будет начальник зоопарка. Не, ну что-то как он возит людей, то он машинист. Машинист, да, да. Это норм, кстати. Но тут убивает Райора. Это уже норм. Ну да, почему бы и нет. Ну вот Юниверс может вытащить эту катку. Он уже показывал. Универс в ЕГ тащил всю жизнь катки. Ну да. Без Юниверса ЕГ, мне кажется, они бы вообще давно бы уже распались и новый состав бы искали. Он им каждую вторую катку тащит. И очередная катка, которая просто на плечах Юниверса. Ну, Фир еще, в принципе, выступает неплохо. Ну, Фир, он просто опытный, понимаешь? Опытный, опытный. Да, да. Он играл еще тогда, когда... Не знаю, ты не играл, наверное. Сумаил, не родился еще. Смотри, как тогда было сравнение, да? Нет, нет. Я играл, когда Фир уже играл. Ну я знаю, вы с одного поколения. Я его еще овнил, между прочим, на первом Мим Прайме в Финальчике. Да, да, да. По-моему, там был... Где онлайн Киндом или как оно там было? Нет, Лидьом Эккерсон. Слушай, в разных командах Фир играл. Мы одного, блин, да, в 2005 году. Ну да, я знаю, что я решил тебя потроллить. Да, но он до сих пор играет. До сих пор. До сих пор. Ну, он правильно сделал... Я мог бы еще немного потроллить, то ладно. Это не видишь из тех старичков, кто остался там. До сих пор нормально играть? Это, он... Нет, он правильно сделал, Фир, то есть, понимаешь, все, кто играли, все, кто пытался играть десять лет подряд, они не смогли... Он перерывы брал много раз. Он не играл года два, потом опять играл. Проблема у Райора. Прыгнули на него. Опять вот убиваю, да. И расстрел Райора. Расстрел Райора жив! Смотри, смотри, они играются с ним в кошки-мышки. Может они, типа, с надеждой, что сейчас прилетит висп, а висп реально мог с Раллокейта его забрать? Так, кстати, хороший висп забрал. Ну, такой качественный. Ну, а это... Какой-то грустный висп получился. Всех забрал. Ванксор, ты хотел сказать? Ванксор. Ванксор. Так, ну, опять убили Райора. Кстати, к примеру, ультимейты ЕГЭ не тратят на такие убийства. И у них есть и РП, и Купол. И ЕГЭ идут пушить вверх. Ну, надо что? Надо срочно сплит пушить. Куда? Зачем тебе сейчас идет лес фармить? Нижний лайн. Братан, там Тауэр. Разороль наш. И сразу голову напропывай на свой диван начинает спипать. А там кто-то? А там кто-то? А там просто Акшен Слакс сидит и играет в Тауэр Фолл Ассеншн. И они такие... Отстой, 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 отстой. Мне кажется, они сейчас попросят, типа, Чувак, нам там надо что-то из машины принести. И только встал, бамс, и оккупировали. Да, 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 да. Само собой так и будет. Так, ну смотри. У этого, у Ассайса очень похожая прическа на прическу Каспера. Но мы с ним у одного стилиста были. Это стилиста подушка. Так, так. Пир. Пир готов врываться. Остальные очень далеко. Ну, сейчас Войт, Войт будет тупаться. Вот это наверно летит. Вот нет, это Магнус и Войт. Наконец-то! Ромаш, сэпир нарисую Испау Билли Джайよ проседает. Дезвард. Хороший купол. Просто отличный! Подвоим. От Юниерса. Юниерс. Как всегда выигрывает кто-то... Ну, Юниерс умеет выигрывать в эту игру. Ну. Сумайл наконец-то разорядился нормальным рп. Если бы Он сейчас дал один землю сбоку. С духа! Он直接 пробовал! Ему взбили в поединку. Да. Бый casserole! Медаль, им. Фунзии. Третьего разряда. Офунзии не помните. А, да, конечно, бомбят. Все его бомбят. Ну и, собственно, ЕГЭ опять Void, опять Universe. Сколько каток он для ЕГЭ потащил на этом войде? Вообще он какой-то бешеный Void, он все время идет на хард, все время он потом с силами, все время у него счет типа под ноль у смертей. Килы, ассисты, килыч. Килыч ассистыч? Килыч ассистыч, ну жесткий Universe. Действительно хорошо играет. Ну и, в принципе, может завести он команду свою наконец-то на нормальное выступление. Потому что пока окажется кто-то не проснулся, тот же Сумаил, надо по щечке его. Да, боюсь, может не встать, если ему какой-нибудь фир по щечке даст. Легонько. Погладить хотя бы. Потрепать так за щечкой. Да, подцовски, подцовски. Так, ну в общем, пока мы видим, что несмотря на то, что ЕГЭ хорошо исполняет замесы, мы видим, что у них какие-то воды, да, более или менее. Поэтому рейвы время от времени что-то могут. Ну просто у ЕГЭ по-прежнему откровенно хреновый пик. Очень хреновый. У кого? У ЕГЭ. Да лол, у них вообще непроигрываемый пик. Серьезно? Серьезно. Чувак, Войт, Магнус и заливающий в это все хороший кастер Лина и хороший ДПСер физический Клинкс. Это, в принципе, залог успеха. Да. У вас есть два мощных АОЕ дзейбла и люди, которые могут заливать в эти дзейблы. Заливать. Пожалуй, пожалуй, проблемы ЕГЭ все-таки связаны с микро ошибочками. Ну да, да, да. То есть микро и такие немножко макро, где Сумаил кого-то куда-то везет. Вообще бессмысленно. Ну вот как он вайпер, пожалуйста, на меде куда-то возил. Что хотел? Непонятно. Потому что нет рядом команды по большому счету. Есть одна какая-нибудь Лина. Но они вдвоем, конечно, вайпер убить не могут с Мягкой. Ну и в итоге на контр инициации их убивают. Но если избавиться вот от этих вот ошибок сейчас. Ну, это все-таки первая игра дня на самом деле. Тут у нас утречка, 9 утра. Ну да, возможно еще. Еще можно напроснуться немножко как-то. Она раскачегарится. Ну смоил явно еще не проснулся. Это факт. Это видно. Ну вот появляется у нас эдоним Жи Йо. Сейчас будет побольше дэджа. Но он по-прежнему. По-прежнему, кстати, отстает не так уж супер критично. Просто ситуация такая. Он вообще доминирует. Почему тот же там Void считается чуть ли не сильнейшим керри в принципе в этой игре. По одной простой причине. Его никто не бьет. И проблема с Тинником может сохраниться. Проблема у Тинника. Потому что хроносферу ты никак не законтришь. Если ты в нее вступишь случайно. Ну, здесь на самом деле у Рейфа хроносферу контрит висп. По факту это одна из... Ну типа Дану если ловят... Вот например... Где висп? Где висп? Нет висп. Ну вообще он контрит. Так, ой, хорошо. Так, ну погоди, погоди, погоди. Вот он висп. А где Тинни? Чё-то... Чё-то подозрительно... Чё-то подозрительно... А вот... Он вот и Тинни нападает... Но Тинни без висп. Он летает вверх. И его счастливно. Он будет просто убивать. Випера убили... Тинни так можно убить. Он на развороте. На развороте так его тут... Не-не-не-не. Там уже пришли парни. Еще один хороший станчик. И его расстреливают. Минус 4. Висп просто все умерли по одному. Все до единого умерли по одному. Ну, висп я вообще не знаю, чем он занимается в этой игре. Он абсолютно какой-то не очень... Да-да-да. Просто если ты один раз так вот из Ханаспиры увозишь... Увозишь своего героя, его не убивают, вы делаете перегруппировки... Эээ... Там... Ну и можете нормально драться. Дальше нужно только как бы не в 5... Не встать в пятером в РП. Ну да. А пока... Ставится Ханаспир, висп либо в ней, либо не спасает героев. Ну... Что тут скажешь? ЕГЭ в принципе откровенно лучше играют. Да, они просто... В доту. Просто это команда другого уровня. Поэтому, безусловно, здесь... Хорошо, Сумейла сейчас все увез. Ну, действительно, машинист из него неплохой сегодня. Он постоянно возит людей. Машинист? Да, ну и... Машинист неплохой, но... Где два РП мы помним. Да-да-да. Там у них не два, наверное, это же было. Короче... Два точно запомнились. Можно еще все-таки выиграть эту игру, но... Могли они ее действительно проиграть. Могли. Нет. Рейв выглядели неплохо до одного момента. Так же как Not Today вчера. Ну, по факту. Ну, я только хотел сказать вот, что... Еще есть рейв некоторые шансы попробовать как-то подплитпушить. Потому что драться они, откровенно, уже давно не могут здесь. Нормально. Но уже и подплитпушить, наверное, они не смогут. Слишком жесткий Юниверс, который будет этих пушер цеплять. Да и Фир тоже нереально жесткий. Ну, ты посмотри на Юниверс. Он, если что, поймает Виспас Тинни, обоих убьет. Ну, да. Ну, ладно. Тинни, может, не убьет. Просто потому что там пассив как раз-таки. Но... Тинни тоже с ним драться вообще никак не может. Аганим сейчас у него будет еще интересный тоже выбор. Ну, темпа. Темпа Войт такой мощный. При том, что ДПС у него, вроде бы, как такового не слишком много. Ему Магнус чуть с этим деймом помогает. Там, да, и сплэш и какой-то урон. Ну, а Войт просто суперактивный выходит. Неплохо танкующий за счет того, что Мионер есть. У него все нормально ДПС, за счет Мионера. Да, да. Серьезно. Очень серьезный урон. Ну и 0-4 у нас на данный момент у Вайпера. И, в принципе, Вайпер до сих пор непонятно, зачем был вообще в этой игре. То есть какая его была... Какой был сакральный смысл этого пика? Ну, вот о чем и речь, да. Что мы говорили о пугне какой-нибудь, к примеру. Можно где-то было бы поддавить всех этих кастеров и не самых сильных жадных вайдов в начале игры. Вместо этого Вайпер, который... Ну, он тоже не сильный в начале игры. Он тоже что-то фармит. Пока Вайпер фармит. И Войт фармит. И Войт фармит. А потом выясняется, что Войт как-то поинтереснее, в общем, целый, чем Вайпер-герой. Слушай, там у Фира уже Дайдаус и Аганим появился уже у Юниверса. Вот, реально, любой герой – это корм. Да, он еще взял волка этого бешеного. Да уж. Ну, тут Вайпер пока ныкается. Тяжело бафа дается, Рейван. Тяжело. Надо сейчас обсуждать уже, что делать во второй игре, опять-таки, если... Да, во второй игре надо просто меньше косячить и все. То есть, это то, что упирается много вещей. Вот, где-то под косячили, все, проиграли. Хотя, вроде бы, и герои неплохие, и... Ну, сейчас же это будет опять Виз зачем-то просто привязан к тени в креме. И мы не надо... Ну, еще, его топоролся. Им надо стоять на расстоянии. В Виспу надо стоять далеко, но Виз помирает. Ладно, это малая кровь отделает, в принципе, пофиг на того Виспа. Если сейчас что-то еще не произойдет, вот на касты тут нападаются. Мою РП хотел дать, не дал. Ну, он даст сейчас его в Райора. Да, Райора без РП. Ой, как больно. Он, по-моему, за два удара умер. Ну, там Бонни наваливает очень сильно. Да, бешеный дэмэдж у Бон Клёцкира. Да, Боня Клёцкира, конечно, сильно. 24 на 6 уже счет. Нинджбуки улетел отсюда. Ну, сейчас не будет. А, Кроносфера с Аганимом, она, в принципе, появится. Тогда же, когда на рейталкер. Поэтому, опять же, Райвы драться не смогут. Не смогут они драться. Потому что у Юниерса снова будет РП. То есть, купол и РП будет. Потому что его вообще не тратили. К тому же БКБ есть у Магнуса. То есть, в любом случае скастят РП. Как-нибудь. Как-нибудь, да, скастят. Куда-нибудь. Да, ну и заходят уже по второй линии парни из... Смотри, какая агрессивная позиция. Поставил хороший вар. И видит вайпера им. Да, и оп, пашинист повез. Так, нинджабоги. Но его можно... Да, подставить. Ну, вот так вот. Зачем он его подставил? Юниерс тут, кстати говоря, достаточно больно. Но он поставил купол и начинает разваливать кабинеты. И... Это до этого товарищ из сложной. Недсталкер, которого за два удара просто... Да, тут просто вон Фир стоит. Пах, пах, пах. Там что-то тысяча с копейками только что, кажется, вылетело. Да. Джуджейм. Джуджейм 1-0 в пользу Evil Geniuses. Ну, опять-таки, могли рейвы. Вот реально могли. Несмотря на разгромный счет, там, несмотря, казалось бы, огромные преимущества. Мне кажется, что действительно могли. Ну, могли, не могли. Ты знаешь, вот у них, там, предположим, не самый плохой пик, не самое плохое начало. Ну, тема отличается. Команда, вот, с самого высокого уровня от средних, просто сильных или еще ниже. Команды с самого высокого уровня намного меньше ошибаются. Да, да, да. Вот и все. Игра может быть равной. Доты не такая трудная игра. Это, ну, в плане, вот, микро на каких-то линиях просто стояние. Это тебе не Counter-Strike, где, там, вот, кто-то стреляет, а кто-то нет. Ну, тут нет такого. Тут ты не можешь кого-то там убить за один удар. Ну, вы стоите, стоите. Вроде все ровно. Но потом начинаются какие-то перемещения по карте, и ты видишь, как за пять минут одна команда, оказывается, там, в десять тысяч...